Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я живу с другом, вместе квартиру снимаем, мы часто ругаемся по поводу уборки. Мы договаривались собираться вместе на выходных полностью и вне выходных, чтобы так же порвать. Я работаю уже как 10 дней, он еще не начал работу, больше времени проводит дома, сравненный со мной. Он возмущается по поводу того, что я практически не убираюсь дома. Он заколебался это делать, на что я отвечаю, что я работаю, а он дома сидит. Говорит, две недели на выходных я буду убираться один. Я же говорил, что несправедливо, потому что как я много работаю, занимаюсь продажами, на выходных тоже работаю. Мы договаривались вместе, плюс я ему сказал, что да, я буду после работы больше убираться и все такое, но он стоит на своем, упертый. Что делать? Он совершенно не хочет на новые условия уступки соглашаться. И главный вопрос, кто прав. Ну, вы знаете, аноним, мне вот хочется вас спросить, да, а вот что будет, если мы скажем, что прав он? Что будет, если мы скажем, что правы вы? Что для вас изменится? Что изменится от того, что кто-то прав? Ну, вот, в принципе, в принципе или вообще? Вот. Кто? Что изменится здесь? Вот, это очень важный вопрос, который я хотел бы вам задать. И второй вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в том, а так ли важна правда? Ведь, совершенно очевидно, что молодой человек, ну, ваш друг, как вы его называете. Кстати, не совсем понятен здесь, на мой взгляд, формат, формат ваших отношений. То есть, ну, что это за отношения, да, и вы друзья, вы коллеги, вы кто? Кто вы? Друг другу. Потому что, если вы друзья, друг другу, то, ну, на мой взгляд, друзья не обязаны, как бы, помогать, да? То есть, друзья могут это делать, но они не обязаны. Поэтому, тут, тут такой момент. Но, совершенно очевидно другое, что человек не хочет для вас что-то делать. Вот, понимаете, не хочет. Он не хочет. А вы его заставляете. Понимаете, какая ошибка? И вот это, на мой взгляд, самое проблематичное. Когда кого-то пытаются заставлять. когда кого-то пытаются силой заставить сделать что-то, что человек не хочет. Понимаете? Какая ошибка. поэтому я бы, я думаю, что здесь имеет смысл, здесь имеет смысл, эм, начать говорить на другом языке. Не на языке, ты должен, не на языке, ты обязан, не на языке, давай, но на языке чувств, на языке, хочу, вот, на этом языке говорить мне кажется нужно. Тогда тогда ситуация быстро, на мой взгляд, примет, 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 ровно тот оборот, который, который, она, должна, принять. на, принять. т.е. с вашей с вашей точки зрении отношение. Все. Здесь, вы понимаете, больше вариантов нет. Но, как мне кажется, как мне видится, в той или иной степени вы боитесь узнать, как человек к вам относится. На мой взгляд, вы боитесь узнать, как, ну, вот, мужчина, да, вас видит. И, вообще говоря, в этом, в этом, вообще говоря, нет ничего удивительного. На мой, на мой, по крайней мере, взгляд, совершенно ничего удивительного в этом нет. Мне кажется, что именно от неумения... Ну, неумения вашего, вероятно, от незнания коммуникации. Вы, как мне видится, уходите в конфликт. Ничего хорошего из этого не получится. Так или иначе. Поэтому решать, конечно, вам, как действовать, как поступать. Но, на мой взгляд, то, как вы действуете сейчас, является далеко не лучшим образом. Вы пытаетесь доказать, что человек, ну, что человек не прав, вы пытаетесь ему как-то вот свою, ну, свою, так скажем, свою позицию. Ну, может быть, навязать. Вот. Но он не хочет, чтобы ему вы, например, свою позицию навязывали. Это нормально, что не хочет. Нужно говорить на его языке. Например, чем ему, допустим, будет выгодно вам помогать. Именно вот выгода, выгода ему какая? Ну, согласитесь, вполне себе резонный вопрос. Какая выгода? Вот. Об этом вы, скорее всего, не думаете. Как мне кажется. А надо бы. Потому что. Выстраивать отношения с человеком. Необходимо двухсторонний. То есть это, по большому счету, двухсторонний процесс. Нравится вам это или не нравится вам это. Хотите вы этого или не хотите вы этого. Это двухсторонний процесс. И если у вас не получается, то дело здесь не в правоте. А дело здесь именно в том, что вы деструктивно ставите себя в конфликт. Понимаете, да? Поэтому я очень надеюсь, что вы подумаете о том, что я сказал. А себе постараюсь задать вот какой вопрос. Когда он говорит, я имею ввиду ваш друг. Когда ваш друг говорит о том, например, что он не хочет убирать, ну, допустим, комнату, квартиру и так далее. Вот когда он это говорит. Как вы себя чувствуете? Что вы чувствуете? Вот попробуйте выделить этот момент. Да? Попробуйте его выделить. Это ведь не сложно. Ну, мне, по крайней мере, так кажется, что это не сложно. Не сложно постараться заметить, что со мной происходит. Что я чувствую. Что я думаю. Что я хочу. Что я думаю. В чем я нуждаюсь. Когда он, допустим, так говорит. И, быть может, вы смогли бы выделить и вычленить свое переживание без выяснения, кто прав. И кто виноват. Позволив себе быть собой. А ему, я имею в виду, вашему другу. Позволив быть собой. Так же. Есть ли. Такой. Вариант. Развития. События. для вас. Или. Но. То есть, грубо говоря. Грубо говоря. Грубо говоря. Речь идет о том. Чтобы признать. Чтобы допустить. То, что и вы можете быть правым. И он может быть правым. И. Вам. Нужно. Будет. Что называется. В этом. Себя не потерять. Сложно ли это? Да. Это непросто. Себя не потерять. Очень непросто. Себя не потерять. Особенно. Вам. Например. Кажется. Ну. Что. Прав. Может быть. Только. Один. То есть. Либо вы. Либо он. Кхм. Если это. Если это так. Если это так. То, конечно. Вам. В этом. Смысле. Будет. Очень. Тяжело. Но. Эээ. В любом случае. Можете. Эээ. Можете мне. Эээ. Поверить. В любом случае. Можете. Можете мне поверить. Что. Истина. Именно здесь. Есть истина в этом, что нет правых и виноватых есть. У людей есть своя позиция и если мы её не уважаем, если мы к ней как-то, к этой позиции не относимся, то проигрываем только мы, больше никто не проигрывает. Мне кажется, что здесь, в этом аспекте проявляется такая ваша, ну, надеем, неуверенность, что ли, в самой себе. Неуверенность в том, что я могу себя защитить, неуверенность в том, что я могу себя обстоять и так далее. Я, конечно, на 100% уверенным в этом быть не могу, в том, что сейчас говорю и допускаю, что, может быть, я не прав. Но что, если так оно и есть? Тогда вам работать нужно над собой, а не доказывать что-то человеку. Ну, просто потому, что доказыванием ничего не добиться. Понимаете, просто потому, что чем больше, по-видимому, вы будете правы, тем больше мужчина будет сопротивляться. Если он не хочет, например, признавать вашу правоту. То есть, иными словами, центрированность на правоте, центрированность на том, кто лучше, чья точка зрения, чье требование более обоснованно, ведет к прямо противоположному результату. Нравится нам это или нет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она, безусловно, пригодится.